всех приветствую на своем канале видео будет немножко сумбурным я расскажу о каждом смартфоне то что думаю плюсы и минусы о каждом смартфоне честно постараюсь и не постараюсь а скажу именно честно так все ссылки в описании будут где какой я смартфон покупал у каких продавцов по какой цене смотрите там кэшбэк сервис вам помощь до 15 процентов алиэкспресс до 50 гербест регистрируйся будьте счастье вот сам зарегистрирован сам пользуюсь тэрэпэрэстопыры смотрим смотрим на четыре смартфона сейчас я начинаю итак поехали пять с половиной пять с половиной диагональ 5 и 2 диагональ здесь 5 и 5 но здесь широкой кратный формат 18 9 по дизайну по дизайну мне больше всего нравится lg здесь сейчас стекло приклеены грязные сейчас его протру перевернутом состоянии он смотрится как единый черный кусок стекла ну и как бы этот эффект безрамочный тоже очень красиво черный глубокий цвет короче по дизайну и по исполнению по качеству больше всех нравится мне именно lg вот но также неплох и вот xiaomi mi a1 также красивый смартфон хоть и похож кому-то не понравится на но сами знаете на кого он похож далее доставка доставка самая быстрая два дня по моему ну двое суток но от силы трое это lg склады в россии покупал на алиэкспресс остальные ну тоже неплохая доставка две недели в среднем быстро сюда ходит далее по прошивке по прошивке больше больше всего мне понравился lg здесь самая гибкая прошивка самые гибкие настройки здесь у нас установлена прошивка чистого андроида тоже неплохо я должен вам сказать потому что последнее время данном принципе всегда так было я честно говорю что прошивка mi ai вечно с чем-то косячил допустим у меня недавно был такой такой косяк вот с планшетом фирмы xiaomi да он у меня вырубился и не включается вернее он работает с кнопки сенсорные работают но не реагирует только работают когда нажимаешь кнопочку да и не включался экран ну просто не включается экран я знаю что он работает зарядка идет индикатор работает но больше ничего в итоге я открутил здесь два болтика старца сейчас покажу вам да открутил шлепнула так вот по краешку чуть-чуть вылез экран дальше я его отделил металлический корпус от экрана ну взял карточку обыкновенную кредитную да и оттуда и тут значит такая панелька пластиковая с болтиками я ее открутил здесь кстати батарея на 6000 миллиампер находится открутил там шлейф и шлейф отсоединил от который идет на батарею отсоединил снова вставил и он перезагрузился и теперь вот порядке все работает то есть вот такой вот косяк я не знаю как это называется но думаю если бы вы пошли в ремонт с вас бы содрали минимум 1000 рублей сказали оставляйте диагностика у нас там там допустим до 500 рублей а там мы вам позвоним и скажем сколько стоит потом бы вам перезвонили через полчаса когда вы уже сидели дома да и сказали ну ремонт 1000 рублей тут надо перестанавливать систему ну в общем наш лишь чтобы вам залить в уши я правда своими силами справился но сейчас не об этом речь да о том что милай вот косячит вот таким образом здесь же чистый android это наверно все-таки плюс вот далее здесь прошивка у меня тут китайский смартфон прошивка глобальная ну обновление прилетает все отлично здесь также глобальная версия обновление прилетает все отлично далее еще по внешнему так сказать виду хотел бы заострить внимание что отверстие находится здесь внизу под наушники здесь вверху здесь также наверху а здесь внизу по моему мнению этот этот смартфон выиграть данном случае потому что я терпеть не могу когда наушники торчат вверху когда вы можете кого-нибудь зацепить ими тем самым сломать смартфон или что-то я не знаю но выроните смартфон из-за этого разобьете ну короче я считаю это неудобно далее здесь сканер отпечатку пальцев спереди я считаю это самое удобное мы за выигрывает здесь на спинке здесь на спинке а вот здесь у лжи его вообще нету я считаю это минус он проигрывает так что вот такие вот дела здесь два две камеры здесь везде по одной камера здесь из всех смартфонов самое лучшее если вам надо камера фон примерно за 200 баксов ссылки в описании не знаю точной цены смотрите камера фон самый лучший четырех xiaomi mi a1 хуже всех фотографирует meizu и redmi note 4x чуть получше lg но цена и того и того примерно одинаковая самый дешевый meizu более-менее бюджетный xiaomi redmi note 4x эти подороже вот но однозначно они своих денег стоит если из них дух выбирать я выбирал бы все-таки этот этот по размеру меньше всех хотя диагональ примерно такая же как здесь вернее не примерно такая же как здесь по высоте но по ширине как и 5.2 диагональ на meizu да так он не включен до включен далее по экранам по экранам лучше всех экран дисплей я считаю так у этого смартфона самые лучшие цвета самые сочные у lg самый глубокий черный цвет самые ядрененькие такие цвета очень красивые самый приятный экран здесь вернее не приятный самый красивый экран не сказал самый приятный экран все же здесь на xiaomi mi a1 глаза отдыхают достаточно сочные цвета вот неплохой черный цвет также я даже сказал красный цвет хороший ну реально на нем глаза отдыхает похуже здесь и здесь здесь уходит холодные оттенки здесь в теплый здесь желтит здесь как-то синит я бы даже сказал что ли короче здесь похуже здесь получше самое лучше здесь в этом смартфоне немножко похуже хотя нет не мне нет он не хуже тут важно понимать что кому-то больше понравится этот кому-то этот если вы не любите ядреные такие цвета вот и как бы вас не особо волнует черный цвет то выбирайте вот mi a1 да если вам надо компактный размер экрана и с таким глубоким черным цветом с очень сочными цветами берите lg короче резюмирую самый лучший экран все-таки здесь и здесь самый хуже похуже вернее этот и этот если из этих двух они одинаковые просто оттенки здесь уходит как я уже сказал тепло здесь холодный выбирать вам далее это двух сим очный это 2 приходный это двигатель и этот дух сим очный но здесь одновременно можно установить вот здесь два лотка есть на грани да боковой здесь можно установить одновременно как две сим карты так и карту памяти двух терабайт здесь такой возможности нету здесь везде комбинированной латке вам придется выбирать что вы хотите двумя сим картами пользуются либо 1 сим картой карты памяти больше никак у вас не получится далее по эргономике корпуса здесь металл здесь пластик вверху внизу здесь металл здесь пластик вверху внизу здесь полностью металл здесь только грани металлические задник пластиковый глянцевый очень марки это минус я считаю самый лучший корпус здесь все мими один выигрывает по тактильным ощущениям и восприятию как бы металла кому-то понравится это больше всего здесь металла больше поэтому я считаю здесь он выиграет по корпусу ну хотя другой стороны все смотрите отталкиваясь от цены этот смартфон тоже неплохо выглядит xiaomi зато имеет самую большую аккумуляторную батарею ну кстати это не залог большой автономности самая большая автономность здесь а самая большая зарядка у мэйзу мэйзу заряжается быстрее всех ну где то 60 65 процентов за полчаса далее долго заряжается полтора часа минимум lg мэйзу как я сказал быстро заряжается быстрее всех этот полтора часа это также полтора часа здесь 2 ампер зарядка 5 вольт 2 ампер здесь 5 вольт 2 ампер здесь быстрее сказал и здесь тоже по моему стандарт идет короче если вам надо чтобы быстрее заряжался выбирайте мэйзу всегда у них за свои деньги за свои цены практически в любой модели сейчас есть быстрая зарядка это большой плюс фирмы мэйзу xiaomi проигрывает в этом смысле это конечно же минус хотелось бы сказать что из всех четырех смартфонов все имеют глобальную версию да ну само собой что xiaomi mi a1 есть глобальная версия без вопросов да потом redmi note 4x имеет также глобальную версию она у меня была в черном цвете я продал да этот смартфон у моей дочери хотя она ничем не уступает эта версия кроме того что тут нету бэнда 20 до 4g но у нас никто им не пользуется дочь вообще никуда не звонит он у нее как маленький планшет да потом это международная версия как видите вилка здесь также под наши под наши розетки ну и lg также международной версии вернее она прям под это под наш рынок конкретно давайте по упаковкам кстати скажу упаковки мне больше всего нравится у xiaomi красивая упаковка если на подарок далее идет lg черненькая стильненькая также во всем приятная я даже сказал и та и та хорошая упаковка самый некрасивый это конечно вот у meizu и у xiaomi redmi note 4x особо не подарочные вот если дарить то лучше всего подходит подарить xiaomi mi a1 упаковка и lg далее вот такой один немаловажный факт раз два три смартфона в ряд стоят здесь закругление по краям у экрана присутствует так называемая два с половиной d а вот здесь плоский экран вы не смотрите что мне здесь вот так вот плохо я приклеил криворуке да но здесь плоский экран от края до края и стекло достает от края до края корпуса здесь вот так не приклеить поэтому из этого вытекает вот такая проблема видите вот по краю идет воздушная прослойка это не приклеено стекло но так как здесь белый корпус не особо это кидается в глаза был бы черный корпус я думаю это было менее красиво это было бы заметно и так скажем паршиво смотрится и мне вот на самом деле уже надоели эти все скругления мне больше нравится когда плоской плоский экран и стекла клеить будет многим проще и ну уже под надоело вот это копирование iphone уже достала мне честно говоря может быть это и красиво смотрится но красиво но смотрится если вы не будете клеить стекло а носить так просто тогда да тогда красиво но если вы уроните экраном вниз вы можете расколошматить свой смартфон и при вам придется платить деньги за ремонт за новый дисплей это большие деньги легче иногда купить новый смартфон чем поставить на него заново уже другой дисплей тем более найти оригинальный дисплей довольно-таки достаточно тяжело олеофобное покрытие все же лучше всего на сяоми на вот этом до хуже всего олеофобка на вот этих двух смартфонах ну как бы вы прослеживаете что чем дороже смартфон тем он лучше принципе да важно понимать что вы получаете за деньги то есть хорошая олеофобка находится на lg и xiaomi mi a1 здесь и здесь похуже если из них двух то олеофобка лучше на мезу здесь все-таки похуже но здесь стекло хорошее кстати рекомендую мне есть распаковка стекло очень хорошие стекла заказывает продукция всегда доволен короче еще раз олеофобное покрытие лучше всего xiaomi mi a1 и на lg q6 alpha на мезу далее идет и далее хуже всех покрытие на redmi note 4x вот у меня розовый цвет кстати цвет очень приятный девушкам до красивый цвет я от купил дочери на очень довольна рекомендую самый бюджетный смартфон из всех которые бы я выбрал бы это xiaomi но 4x большая батарея хороший экран самый лучший камера фон вот он мне один самый лучший дисплей lg ну и а звучание самое лучшее здесь самое лучшее соотношение цена-качество мезу ну и также здесь неплохой дизайн да но все-таки мезу мне не очень зашел чего-то этот смартфон я не знаю на мезу м5 с по моему он называется да да 5 с международной версии какой-то он посредственный смартфон из всех четырех я выбираю lg вот как бы если вот выбирать из четырех выбрал бы наверное все же lg ну и с ними собственно сейчас хожу хотя бы из-за того что здесь глубокий черный цвет кстати очень технология напоминает как у фирмы samsung с амолед экранами да только глаза у вас не болят как это молида здесь вот это их не технология она называется как-то я себе забываю как она называется какой-то там vision мировижен не знаю вот ну короче в целом смартфон очень понравился давайте теперь у макро посмотрим все смартфоны по корпусам пройдется пройдемся так сказать так сфокусироваться как-нибудь вот так минус вот минус micro usb зарядка штекер да здесь type-c он выигрывает в этом смысле этот смартфон очень удобно в этих трех хуже всего с этим обстоит дело вот так выглядит этот смартфон ну зато его видели да тоже красив но эти схожи по корпусам примерно но все-таки мейзу покрасивее передняя панель как я сказал мне больше все нравится на элджи да она плоская и полностью черный но мне также нравится и передняя панель на мейзу к тому же вот этот ободок вот это ободок так сфокусируемся тут тут он по цвету самого корпуса до смотрится довольно таки стильно красиво но опять таки здесь сканер отпечатку пальцев я не значит отключен у меня данный на отключен сканер отпечатку пальцев спереди то очень удобно это большой плюс фирмы мейзу звук из динамика самый приятный здесь и самый громкий также приятен звук здесь но здесь динамик сзади находится да это иногда минус когда вы кидаете там на кровать там на диван на приглушается звук но звонок вы не пропустите здесь и здесь хуже всего примерно играют одинаково все-таки еще раз выбирая звучание здесь самый приятный самый громкий самый басистый звук далее индикатор событий то есть здесь индикатор присутствует здесь присутствует и в мейзу присутствует а вот и в الج не присутствует и это реально раздражает правда меня реально это раздражает то есть чтобы вам узнать вдруг вы пропустили звонок или вам пришло какое-то сообщение вам приходится зажечь экран и проверить больше никак тогда как вы знаете что тут горит лампочка у вас там каким-то цветом кстати здесь уже плохо что здесь однотоновая то есть здесь горит белым цветом и все вы не пропустите звонок то есть вам не надо знаете бывает работаю да руки грязные подошел смартфона просто посмотрел а в данном случае вам придется заляпать экран или мыть руки или протирать руки как-то там ну короче неудобно плохо здесь нету здесь есть всем плюс кроме lg самый яркий экран как я говорил здесь и порог яркости самый оптимальный я бы сказал бы самый приятный в темноте вам не будет резать глаза а на солнце будет все прекрасно видно далее здесь здесь похуже но опять-таки вы знаете что эти смартфоны значительно дешевле и за эти деньги эти возможности вас порадуют ну а теперь быстренько заканчиваю и так погнали здесь мне раздражает также еще что кнопки разнесены то есть вот тут здесь надо громкость здесь с этой боковой вот вот так вот потом здесь на экранные кнопки мне это тоже не очень на самом деле нравится вот они находятся да но принципе быстро привык но здесь широкий экран поэтому негде разместить так сканер отпечатка нету пальца но зато маленький красивенький хороший экран большая автономность ну более-менее приличная камера далее вот этот смартфон красивый стильный сканер отпечатку спереди девушкам понравится его дизайн должен понравиться но здесь не очень лофобное покрытие об сказал бы но зато тоже компактный быстрая зарядка опять-таки красивый корпус как я сказал неплохая камера принципе за эти деньги далее здесь большая батарея большой плюс далее сканер отпечатка пальцев также присутствует неплохая камера за эти деньги неплохой корпус и как вот ребенку подарить самое то я считаю ну и конечно же большой хороший экран думаю многих порадует далее здесь так называемый голый голый android это многим также понравится стильный красивый смартфон type-c очень удобно прекрасный звук что в наушниках что с динамика тонкий стильный корпус такой вот лопатник с хорошим экраном приятным full hd больше мне сказать нечего по этим смартфонам особо я к ним не хочу более придираться рекомендую все эти смартфоны к покупкам ссылки в описании переходите подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам хоть что-то пригодилось с этого видео а я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания